Всем здравствуйте! Тут разные подходы. Я так и написала. Должны ли быть разные подходы? Начиная с 2014 года, мы рассматриваем предварительную хирургию и края в органно-сохраняющей хирургии или системное лечение. Многие общества онкологов и хирургов обсуждают это, но нужен консенсус в клинической практике. На этом слайде вы видите мета-анализ. Это коллективные данные по эффективности краев. Мы рассматривали разную ширину края и различную выживаемость. Если глубже копнуть этот мета-анализ, видно, что есть различия между группами в различной ширине края. И мы смотрим на них. Статистические различия все-таки существуют между группами. И когда мы видим четкий край, мы иногда все равно колеблимся. Вот это клиническое испытание США. 18% процентов. Небольшой был край. После реэксцизии было обнаружено, что есть дополнительные опухоли. И получается, что в половине случаев они бы остались в молочной железе благодаря слишком щадящей вмешательности. В другое клиническое испытание из Нидерландов очень похожие результаты. Более половины пациентов у них заболеваемость в половине оставшейся ткани, когда была очень небольшая резекция, очень тонкие края. Но это даже неудивительно. Исследовано три образца после мастектомии. Солидная опухоль. То, что ультразвук выявил. Только 30-40% это унифокальная опухоль. В большинстве она многоцентровая и многоочаговая. И чем больше деталей мы рассматриваем, тем больше таких случаев находим. И вот это одно из трех из людей, когда более двух сантиметров этот край. Это 50% прямопациентов. В 10% случаев оставшаяся ткань есть еще за пятью сантиметром. Вот этот край. И это исследование тоже аналогично. Здесь тоже показано, что в пределах двух миллиметров вот этого края. Там мультифокальность сохраняется в оставшейся части груди в 50% пациентов. Несмотря на это, международные рекомендации все-таки рекомендуют, как безопасный край, нет окрашивания на опухоли. Ну, нормально ли это для всех возрастов? Это общая рекомендация. Нет окрашивания на опухоли. А если молодые пациенты с более широким краем, допустим. Есть данные для молодых пациентов моложе 40 лет. Это еще одно исследование показывает, что в этой возрастной группе нет никакого различия от ширины края. Нет никакой разницы в рецидивах. В 2017 году вышли еще рекомендации для молодых пациентов с РМЖ. И они говорят, что нет доказательства, что безопасный край у молодых пациентов должен отличаться от пациентов из других групп. А что касается молекулярных подтипов, один субтип может требовать более широкого края по сравнению с другими группами. Надо собирать доказательства. И местный рецидив у пациенток с тройным негативным раком выше. Мы смотрели на пациентов, которые не получали лечения антихер-2. И мы сравнивали их с результатами общей когорты пациенток с тройным негативным раком. Высокая распространенность локально распространенных раков выше. Но проведено коллективное исследование, обобщающее в США. Это хорошо, потому что это направляет нас к нашей клинической практике. Оно показывает, что у пациентов с тройным негативным раком тут не такой большой роли играет ширина края после вмешательства. Если даже больше двух миллиметров края, все равно тот же уровень рецидивов, что и с более узким краем. Что касается пациентов с хер-2 позитивным, было обширное исследование этой популяции, Среди этой когорты в женщинах 10 лет наблюдения, и тут достаточно снизился процент рецидива. Таким образом, правильное лечение значительно повышает контроль локальной области. Чтобы еще представить вам эту точку зрения биологов, я хочу показать очень интересные данные. Это исследование этого года. Пациенты стратифицированы по 21 гену. Даже если у пациентов была мастектомия, а не консервативная, все равно был этот край, и у телка был высокий балл риска, там была высшая рецидивируемость. Еще одно исследование, тоже коллективное исследование, локально отдаленные результаты, факторы, связанные с локальными рецидивами. Ширина края не влияла значительно на уровень рецидивов, хотя результаты были достаточно удовлетворительными. И также и в рандомизированном исследовании. Я могу показать, что нет какой-то одной общей точки зрения. Но что интересно, что местно распространенные рецидивы тут также зависели от края, потому что вначале было достаточно 10-миллилитрового края, потом 5 миллиметров, потом 2 миллиметра. Меняются вот эти понятия нужного края. Даже не в позитивных случаях. И эти пациенты, которые пришли хирургию, мы видим, что это узкие края, и все меньше и меньше местных рецидивов. Все это связано больше с этими местными рецидивами, но мы лучше изучаем сейчас микробиологические процессы. Да, вот этот слайд. И что касается края после химиотерапии, мы смотрим на эффект химиотерапии. Он же не такой будет на его воздействие на первичную опухоль. Конечно же, мы смотрим, что будет после неодеванной терапии, крупной опухоли. Они усыхают, такие как соты, эффект соты. И таким образом мы все равно стараемся держать узкий край. И хотя нет очень удовлетворяющих результатов рентомизированного исследования, чтобы дать нам четкий ответ на этот вопрос, есть много ретроспективных исследований с размером выборки. Но я хочу упомянуть пять исследований, потому что нет времени. Они, по крайней мере, предоставляют какой-то уровень доказательств. Все эти исследования, которые я буду упомянуть, они используют критерии стратификации, когда сравнивают группа. Нет в них единообразия. Первое исследование, вы видите на этом слайде, это Испания. Пяти-миллиметровый край и сравнивали их с меньшими краями. Но у всех были четкие, чистые края. Была лучевая терапия, химиотерапия. Они исключали региональные и лимфатические другие рецидивы. Из пяти до четырех процентов мы снизили распространенность. Статистически это не очень может быть значимое различие. Но мы исследовали края предварительной хирургии, которую я показывала. Численно, конечно, меняется, но это незначительно. Статистически это не очень значимое различие. Второе исследование. Австрии недавно опубликовано. Они сравнивали пациенток с чистыми краями меньше и больше одного миллиметра. То есть эта когорта была разделена на две. Все пациентки получили диванную терапию, затем органосохраняющую интервенцию после семилетнего. И на наблюдении не было разницы. Если меньше одного миллиметра край, допустим, это было также приемлемо, согласно параметрам этого исследования. Следующее исследование. Третье из Японии. Тут другая стратификация пациентов. По ширине этих, по ширине краев сравнивали позитивные и негативные края. То есть гистологически чистые края и распространенность на другие участки. И все пациентки, что независимо от краев, были включены в эту группу. И с негативными краями. Там и пять было сантиметров, и два разные совершенно. После пятилетнего наблюдения оказалось, что эти края не являлись значительным фактором по рецидию. Что касается размеров опухоли, тут были перемены. И еще что было интересно. Потому что были включены пациентки с позитивным краем. Это было для нас неприемлемо. То есть гистологически грязные с распространенностью на другие уровни. Хочу вернуться на слайд назад. И японское исследование, я упомянула, и другие исследования, они также включали пациентку с позитивным краем. И 97% это было рецидивное выживание. Мы смотрели на пациентов с гистологически чистыми краями и с грязными краями. То есть переходы на другие участки. Мы рассматривали также многоочаговые опухоли. И, собственно, было только 5% общее возрастание рецидивной выживаемости. И еще исследование, которое включало пациенток с позитивным краем 2 мм и с более широкими гистологически чистыми краями. Интересно, что более широкие края эти пациентки потом имели высшую рецидивную выживаемость. И, может быть, это напрямую не связано с вопросом краев, но я хотел бы упомянуть этот мета-анализ, если у меня немножко времени есть. Вы, наверное, помните это исследование. Оно объединило 10 разных исследований уровней выживаемости у пациенток с предварительной хирургией и у пациенток с неодевантной хирургией. Везде есть свои плюсы и минусы. Я хочу представить вам это исследование, показать, что местные, также выживаемость после местного вмешательства хирургия, после неодевантной терапии и отдаленные исходы для группы с неодевантной терапией и одевантной химиотерапией. Мы их сопоставляли. Это достаточно низкий уровень доказательства. Но вот в 2017 и 2019 году проводилось также сопоставление и рекомендовано было в качестве рекомендаций, что этих пациентов надо включать, когда речь идет о резидуальном заболевании, однофокусном и мультифокальном. И в заключение я хочу сказать, что сейчас уже мы не считаем, что самая важная мера контроля – это ширина края. И край уже не считается таким влияющим фактором на местные рецидивы и на дальнейшую хирургию. И оно не влияет настолько на общую выживаемость и смертность, связанную с биологическим кодом рака. Скорее, не с тем, что мгновенно или одномоментно или нет, делается эта хирургия. Большое спасибо, что пригласили меня. И спасибо за ваше терпение. Надеюсь, я во время уложился. Спасибо. Спасибо.